После внезапной смерти экс-солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева прошло уже больше недели. И все эти дни в прессе не умолкают разговоры о причинах гибели артиста. Гражданская супруга певца оказалась больше не в силах молчать. Причина смерти – это сердечная недостаточность. Врачи зафиксировали факт остановки сердца. Ему не выдержало сердце, потому что были активные медикаментозные вмешательства и куча лекарств. И, ну, в принципе, Олежка, человек-то небольшой дядька, он маленький, маленький такой. Хотя он и сильный, но сердечко у него слабенькое было. Страшные диагнозы, которые ставили многие издания, по словам супруги, не имеют никакого отношения к действительности. И по прошествии 40 дней после смерти любимого она намерена судиться с недобросовестными СМИ. Своими диагнозами тут все у нас такие, знаете, врачи вокруг собрались. И все там, судя по фотографии или по каким-то мнимым комментариям мнимых друзей делают выводы. Я уже, насколько я знаю, там уже и СПИД, и рак, и я не знаю, какие еще там болезни страшные бывают. Уже все, что можно было, приписали коллегу. Бедный Олег. По словам Александры, Олег чувствовал приближающуюся смерть. Между делом заводя разговоры о кремации, рассуждая о мифическом отъезде навсегда в другую страну и разбирая полностью свой гардероб. И даже последние слова артиста, несмотря на то, что прощаться никто не собирался, были пророческими. Я приходила не одна, я приходила с лучшим другом Олега. Я помню, когда он сказал, все, давайте, идите уже отсюда. Долгие проводы, лишние слезы. Вопреки разговорам о том, что Олег скрывал свою болезнь ото всех, супруга подтвердила. О тяжелом состоянии здоровья знали Андрей Григорий Пополонов и Игорь Матвиенко. И совсем скоро при их поддержке случится релиз последнего неизданного трека Олега Яковлева. Оказалось, что она оказалась последней, и она оказалась как исповедью Олега прощального. Но когда услышите слова, мы обязательно сделаем релиз в ближайшее время. Я думаю, что, может быть, к 40 дням мы выпустим песню Олега прощального, которая называется «Не плачь».